Дорогие друзья, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с 9 марта, днём победы Великой Отечественной войны. Этот праздник, который справляется практически каждой семье народов бывшего Советского Союза. Азербайджан нёс свою лепту в эту победу. 700 тысяч азербайджанцев ушли на фронт. Каждый пятый житель этой страны, нашей страны. 300 тысяч, к сожалению, не вернулись. В период Великой Отечественной войны 80% нефти и горячо-смазочных материалов Советского Союза поставлял в Вакуум. И благодаря его героическому труду Советский Союз смог выиграть эту войну. Сегодня мы все скорбим и все выражаем свое уважение, память тех людей, которые отдали свою жизнь, чтобы освободить весь мир от немецкого фашизма. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Ирина России, которые построили в свою жизнь, в Фарнении. Уси Армении до Диаспора тоже у виска в Витой уважения. И оказались в истории как беда руководства. А с компетентами народов. и принесу удачи на сейлепах. — О Деньry Витоме Витоме есть специально для меня, в потому что я был сын, какой я сын, он проявлен вeuухой и восшапать по всей Остоке-Europeю и проведена вилучая страна Витоме и Крайз. — Моем, к внушим и я, парнем с нежелем о таких консультациях о том, но о том, как как быть и и свою жизнь. Meu avô, médico, salvou centenas de vidas nos hospitais da linha de frente e sob o fogo do menino. Obrigado pela sua atenção. Уважаемые ветераны, соотечественники, дорогие друзья, 76 лет назад, одержана победа над злейшим врагом человечества, фашизм. Мир не должен забывать мужество и героизм военнослужащих, участников партизанских отрядов и подпорья, самоотверженность стружеников тыла и всех, кто противостоял фашизму. В годы войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Были разрушены и сожжены сотни городов и тысячи деревень. Но даже залитая кровью миллионов людей разграбленная и полуразрушенная земля не сдалась. Победа была завоевана огромной ценой, в первую очередь благодаря героизму всего советского народа, в едином порыве вставшего на защиту своей Родины, и эта память для нас священна. Дорогие ветераны, вы сберегли историческое прошлое и подарили нам мирное будущее. Сегодня главный долг перед вами мы видим в сохранении завоеваний и исторической правды о Великой Отечественной войне, а также в будничной заботе, внимании и поддержке поколения победителей. В этот торжественный день хочу пожелать всем мира, здоровья, добра, счастья, согласия и благополучия. Дорогие соотечественники, уважаемые ветераны, а также жители Бразилии, сердечно поздравляю вас с Днем Победы. Этот праздник дорог каждому из нас. Казахстан внес в бестериную флаг в общую победу. 1 миллион 200 тысяч казахстанцев были направлены на фронт и почти половина их не придет у нас домой. Казахстанцы героически сражались на всех фронтах войны. Их отвага и не влюбаемая вода позволили сохранить мир и покой на земле. Именно Талгатова и Детинова, Балжана Мамушевы, Иргана Пантилова, Алии Малдагулова, Ратингана Пашарбаева и других героев войны навсегда останутся в нашей памяти. В годы войны в Казахстане были эвакуированы сотни промышленных предприятий, на которых десятки тысяч наших сограждан давали велиую победу. Мы отправили на фронт тысячи вагонов одежды и продуктов питания. Каждые 9 пуль из 10 отливали из казахстанского союза. Благодаря самоотверженности дружинка в тыла Казахстан сыграл особую роль в снабжении армии. Мы также знаем и ценим, что Бразилия не осталась в борьбе против фашизма. Это могут сделать только смелые и сильные духом люди, важные, любящие свою родину, свой народ и думающие о будущем в своей стране. Хочу еще раз обратиться к ветеранам. Вас осталось очень мало. Желаю вам крепкого здоровья и хочу поблагодарить за вашу бесценную вклад в победу над фашизмом. С праздником Великой Победы! Мира вам, добра и счастья! Дорогие друзья, дорогие соотечественники, дорогие коллеги! День Великой Победы – это священный праздник для России и всех стран, входивших в Советский Союз. Именно советскому народу выпали самые большие тяготы войны. Маршалы, рядовые ополченцы и труженики тыла, люди разных национальностей, возрастов и профессий – все они поднялись на защиту Родины. Мы никогда не забудем самоотверженность, бесстрашие и героизм тех, кто отставил рубеж за рубежом, кто освождал дом за домом на пути к победе. И наш священный долг сегодня – передавать память о войне нашим детям, внукам и правнукам, не допускать искажений истории, написанной кровью тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с коричневой чумой. Дорогие соотечественники, живущие в Бразилии, на вас ложится особая ответственность на поддержание исторической памяти вдали от Родины, по приобщению к ней следующих поколений. Благодарю вас за организацию акции «Бессмертный полк» и приглашаем всех присоединиться к этому мероприятию, ставшему уже традиционным. В этом году оно так же, как и в прошлом, к сожалению, проходит в формате онлайн. В этот день мы преклоняемся перед всеми ветеранами победителями, живущими в разных странах, но объединенных общим подвигом – победой, которая была и остается одной на всех. История учит нас тому, что только в единстве и солидарности можно преодолеть тяжелейшие испытания. И сегодня борьба с пандемией стала для нас проверкой на прочность, на готовность объединиться во имя высокой цели сохранения жизни. Искренне признателен нашим коллегам из посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана за совместное выступление сегодня в память об общей победе, завоеванной нашими отцами, дедами и праздниками. С праздником! С Днем Великой Победы! Спасибо! Спасибо! Иважная слава героям Азербайджан! Субтитры создавал DimaTorzok